Всем доброго времени суток! С вами Елена. Вчера у нас в Сочи. На оптово-цветочной базе по адресу переулок Промышленный 4 был свежий завоз орхидеи. Ну и магазин, уже по сложившейся традиции, предоставил орхидею для розыгрыша на моем канале в феврале месяце. Ну и давайте я покажу орхидею сначала. Так, садовник у нас фаленова. Вот такие вот корни. Да, орхидея политая, но не критично. И я думаю, что так как у нас очень тепло, еще и топит батарея, она очень быстренько просохнет за 3 дня. У меня уж точно. Она просохнет и будет готова к отправке, потому что передержки нет. Так, вот такие корни. Розетка. Розеточка аккуратная. Ну, не больше 20 сантиметров. Может быть, чуть меньше листья. Вот здесь вот я не могу понять, как пигментация какая-то. Так, орхидея на два цветоноса посажена в очень даже неплохую кору. Последнее время вот фаленова прям сажает орхидею в хорошую кору. И, знаете, у этой орхидеи даже громкий высыпался. Ну, и сейчас я покажу, что же за красоту я принесла домой для розыгрыша. Вот такой беглиб. Это беглиб. Цветочек 7 сантиметров. Ну, и несколько там, чуть-чуть больше 7 сантиметров. И, знаете, вот до этого их получали. Было два растения и оба с цветоносами с точки роста. А этот вот со свободной точкой роста. Так вот корень. Но зато он гордо поднял губу. Этот цветок. Камера немножечко подъедает желтый цвет. Наверное, вот так вот. Ближе к тому цвету, что есть на самом деле. И сейчас поверну. Она нежно-желтая. С вот такой потрясающей губой. Я думаю, в домашнем цветении губа будет смотреть вниз, как у всех беглибов. Ну, вот эта поднятая губа, ну, вообще не портит же вид этого растения. Орхидея очень красивая. Название орхидеи я не знаю. Орхидея новая. И, может быть, где-то уже в группах и мелькало название этой красоты. Но я не видела. Ну, и давайте я расскажу теперь о розыгрыше. Розыгрыш у нас пройдет... Вот, прям, получается, завоз был предпраздничный, розыгрыш будет праздничный. Розыгрыш у нас пройдет в среду, 14 февраля, в 10 часов утра по московскому времени на моей ВК-странице. Потому что на Ютуб-канале очень проблемно выйти в прямой эфир. И уже по сложившейся традиции мы проведем розыгрыш быстренько на моей ВК-странице. А через полчаса для тех, кто не смог попасть именно на прямой эфир, я выложу видео на моем Ютуб-канале. Так, куда-то фокус теряется, что такое. Чтобы принять участие в розыгрыше, в комментариях под этим видео надо написать 4 слова. Участвую, фамилия, имя, город или другой населенный пункт, где вы живете. Край, область и тому подобное здесь не подходят. Такие заявки учитываться не будут. Потому что мне потом приходится искать где-то в интернете, это тратить время. Еще. Это все-таки у нас последний месяц зимы, и поэтому розыгрыш пройдет только для жителей Юга России. Потому что, глядя новости, я вижу, какие холода и как заметает многие районы нашей необъятной страны. В следующий месяц уже весна, передержки нет. И для отправки орхидеи все-таки нужна плюсовая температура. И не в дневное время, а в ночное, когда температура падает. Поэтому только пока Юг, обиды. Ой, Юг России. Пожалуйста, не обижайтесь. Те, кто в этом розыгрыше, пока не могут принять участие. Так, еще. Орхидею предоставил магазин. Упаковка, утепление. Все равно утепление должно быть. С меня. Победителю надо будет оплатить только почтовые расходы, которые обозначат почта в чеке. Еще. Победите. Просьба к победителю откликнуться сразу. Не обязательно смотреть прямой эфир и так далее. Но можно просто потом зайти или в ВК, или на Ютуб. И всегда на обложке к видео у меня написано фамилия победителя. Большая просьба победителю отозваться как можно скорее. Потому что, если победитель не даст о себе знать вовремя, то на следующий день орхидея точно так же будет разыграна в 10 часов утра повторно. Ну что, давайте еще разочек. Чтобы принять участие в розыгрыше, в комментариях под этим видео надо написать участвую, фамилия, имя, город. Если кто-то не услышал информацию о розыгрыше, под видео в описании будут написаны все условия розыгрыша. Ну и что, я вам всем желаю, дорогие мои, удачи и везения. И всех с наступающим праздником. До встречи на розыгрыше. Пока-пока.